Всем привет! Сегодня мы снова в моей ванной комнате, а именно потому, что у меня дефицит времени, я решила совместить приятное с полезным. Для меня и то, и то является и приятным, и полезным. Я решила совместить свой вечерний уход и снять видео. А говорить мы будем сегодня о сыворотке, как её правильно наносить, что это такое, может ли она заменять крем и как часто её можно использовать. И для начала я, наверное, заберу волосы в пучок, чтобы ничего нам не мешалось. Так, и для начала мы очистим лицо. Ненадолго отключилось, забыла надеть микрофон. Итак, для очищения я использую пенготеколабораторию, я её уже показывала. И конжиковый спонж, который у меня полежал в мылице, он принялся в ту форму, которую нам нужно. Сыворотка или по-другому серум, это концентрация активных компонентов, которых нет ни в одном креме. И помимо этого, молекулы в сыворотке намного меньше, опять же, чем в любом другом креме. Соответственно, это помогает намного глубже в кожу донести все полезные вещества. Заменяется сыворотка крем. Ну, во-первых, как раз-таки из-за высокой концентрации активных компонентов сыворотку нельзя использовать постоянно. То есть, это немножко разное направление косметических средств. Крему подбираем по типу кожи, а сыворотку по её состоянию. То есть, бывает, что сыворотке нужно наносить точечно, когда вы боретесь с воспалениями или покраснениями. Иногда это сыворотки от тёмных кругов под глазами. И тогда, естественно, вы её наносите только на эту область. Нужно ли запечатывать сыворотку кремом? Ну, вообще, комбинация с кремом нужна для усиления эффекта. То есть, например, у меня увлажняющая сыворотка, её нужно запечатывать кремом. Сочетание, чтобы средства были одной марки, ну, в этом случае, да. Если вы хотите добиться лучшего результата, то средства с однонаправленным уходом от одной марки дадут более лучший эффект. Мы смыли остатки пены. Иногда сыворотку можно использовать как самостоятельный продукт, но, опять же, производитель об этом указывает на упаковке. Сколько часто наносить? Об этом тоже вы читаете от производителя. Например, моя сыворотка. Это сыворотка от Batavicus. Улажняющая сыворотка для сухой и обезвоженной кожи. Её нужно запечатывать кремом, и производитель рекомендует её наносить один раз в день, утром или вечером, по своему усмотрению. Я пропитываю бумажным полотенцем кожу и не даю ей полностью высохнуть, чтобы она оставалась такая полувлажная. Какого возраста сыворотку включать в уход? Вообще рекомендуют сыворотке включать в уход где-то с 25-летнего возраста, но не нужно проводить здесь границу, опять же, смотря какую проблему вы хотите решить. Если у вас сухая и обезвоженная кожа, я не вижу причин отказывать себе и ждать. Вот не только после 25 лет я буду её включать в свой уход. Или, например, у вас акне, и здесь тоже. Зачастую это бывает в подростковом возрасте, и в какой-то момент можно попробовать, как правильно пользоваться. На увлажненную нашу кожу лица, а также зону шеи, декольте, мы наносим 2-3 капли сыворотки. У меня сыворотка, посмотрите, такого белого цвета, она непрозрачная. Наносим буквально по чуть-чуть на щечки, на лоб. И желательно рекомендуется, чтобы сыворотка не касалась вашей кожи, потому что, естественно, это всё у нас потом опять пойдёт в наш флакончик. Можете наносить по массажным линиям, можете наносить втапливающими движениями. То есть, как вам нравится больше всего, я наношу, грубо говоря, по массажным линиям. И не втираю её, а просто даю ей самой впитаться. Ждём 2-3 минуты и наносим сверху крем. К сожалению, крем от Ботавикас у меня закончился, поэтому у меня будет другой крем. Сейчас я не схожу. И вот пока я ходила, у меня как раз средство немножко впиталось. Здесь нужно выждать буквально несколько секунд. Она впитывается достаточно быстро. И я наношу гиалуроновый крем для кожи. Вообще он идёт дневной, но я прям не вижу ничего критичного. Если мы дневной крем нанесём вечером, нам нужно запечатать сыворотку и обеспечить более хорошее увлажнение. И вот когда мы наносим уже крем, мы можем не просто пройтись по массажным линиям, а уже сделать такой лёгкий лимфодренажный массаж. Для начала распределим его хорошо. Не забываем про шею, про зону декоратива, про ручки. И начинаем немножко так прорабатывать. То есть помню, что у нас лимфатическая система, начиная с головы, идёт сверху вниз. Поэтому мы по шее движение, соответственно, ведём сверху вниз. Надо ещё крем. Крем увлажняющий. Как раз его нужно наносить именно в ванной комнате, либо на влажную кожу. Ух, что-то там. Спасибо. Всё нанесли. И начинаю прорабатывать какие-то зоны буквально хотя бы несколько секунд в день, но нужно им уделить. Это у нас межбровка. Холодные, трезонатальные морщины. Пока их ещё нет, но мы не дадим им возможности закладываться раньше времени. И вот когда уже у нас, так скажем, туго идёт процесс нанесения, втирания крема, мы на этом останавливаемся. И такие ухоженные, красивые, идём дальше делать свои дела. Спасибо вам.